Победа Реакция главного тренера Спартака на полу Против его игроков вполне понятно О судейской бригаде из Питера Во главе с Николаем Ивановым пришлось не сладко Во-первых, спартаковские болельщики Изначально сомневались в объективном судействе Во-вторых, обороняющаяся команда В данном случае Сатурн всегда фалит чаще В-третьих, какой тренер бывает доволен Судейством матча, в котором его команда Никак не может забить столь нужный гол До перерыва открыть счет могли обе команды Но не открыли А повод похвалить игроков появился лишь у главного тренера гостей У меня претензии по отдаче никому Может быть Вариант Нужности, где-то все-таки Важности матча Где-то, если бы поможет, конечно, я считаю, Спартаку К удивлению болельщиков В перерыве никаких перестановок В составе красно-белых не произошло Но, как оказалось, Александр Старков Просто выжидал Выжидал, когда Сатурн слегка подсядет Извлеченные из рукава главного тренера Спартака Козыри сомнений в их качестве не вызывали Через несколько минут после начала Второго тайма на поле появился Дмитрий Оленичев А спустя еще немного времени Денис Бояринцев Долгие наставления оказались отчасти лишь ритуалом Поверьте, когда тренер что-то говорит игрокам И во время игры Это не какие-то учебные пособия Это просто психологическая поддержка Спартаковские джокеры быстро организовали натиск на ворота Кински И одна из атак все-таки завершилась голом 76-я минута встречи Трехходовку начатую Калиниченко Изящно превратил в забитый мяч Егор Титов Радости спартаковцев не было предела Но игра еще не закончилась Сатурн пошел ва-банк Вместо защитника на поле появился еще один нападающий И хозяева с трудом смогли удержать зыбкое преимущество в счете Ну вот была вот эта пятиминутка Когда мы немножко, наверное, поймали пар, как говорится Поэтому хорошо, что Сатурн изобил этот момент Итоговый счет встречи 1-0 в пользу красно-белых Вывел Спартак на матч последнего тура с московским локомотивом В качестве претендента на серебряные медали чемпионата Бронзу спартаковцы себе уже обеспечили Василий Вахетов, Михаил Жульков, Футбол России